добрый день дорогие друзья в гостях у медиаплатформы пруфы известный экономист социолог рустам шейхметов добрый день ростом добрый день давайте сегодня поговорим о такой актуальной проблеме россии как демографии путин на форуме vtb капитал назвал демографию основной проблемой россии как вы находите политику региональных властей в этом направлении что делается и чтобы можно было бы сделать но начинать надо с федеральных дело в том что вот этот вопрос демографии с ну скажем так первый руководитель государства он недооценивает и считал что то что материнский капитал выплачивается достаточно вот но жизнь показала обратно и обратно и материнский капитал нет я веду а вы что все хорошо жизнь показал обратно меда не материнский капитал дело в том что это материнский капитал это важный инструмент и он нужный и единственное то что изменилась система выплаты то что максимально выплаты на первого ребенка это неправильно потому что первый ребенок будет рождаться всегда 2 3 это уже другая тема то есть это надо стимулировать вопрос в том что материнский капитал решает какие-то некие стратегические задачи помогая первую очередь это вопрос жилищной то есть но основополагающие задачи вот оказание помощи обеспечение жилья потому что каждый ребенок требует жизненное пространство и в какой-то мере он это помогает делать но ребенок же живет каждый день ему надо не покушать ему надо и развиваться им надо же нужно одежда игрушки и вот здесь как раз мы недооценили вот вот эти потребности к сожалению региональная власть если взять 90-е годы и сейчас поддержка семей с детьми было в 90-е лучше чем сейчас 90-е годы ситуация с рождаемость намного было хуже да не совсем так сейчас к сожалению мы приходим к тому что рождаемость 90 становится больше чем рождаемость 2020 до и здесь добавляет еще проблема смертности потому что увеличение до ковидным периодом у нас уже 20 процентов увеличения за два года это очень большие цифры из них надо учитывать что из этой суммы то есть но из-за количества смертей увеличившихся 10 тысяч до 1000 всего ковид а 9 тысяч это из-за того что по статистике ковид по статистике но можем даже увеличить два раза даже три раза но преобладающие все-таки от других болезней и как сказать это во многом конечно причина ковид но не потому что люди умирать от кай а то что им в свое время не оказывать медицинскую то что у нас к вид выпил из колеи а вот это шоковое состояние стресс для здравоохранения здравоохранения россии и башкирии она просто не выдержал и я скажу так что вот это количество умерших это очень большое потому что сейчас может оказаться что еще цифры нет но двадцать первом году может быть не увеличение количество старше 55 лет а даже уменьшение увеличение количество людей еще цифры нет но дело в том что у нас как так как структура население меняется рождается меньше и все-таки продолжительность жизни росла то количество старше 55 лет но 60 лет она постоянно росло потому что ну то есть это тут структура населения менялась но вот за в этом году может оказаться что количество от пенсионеров она уменьшится мы сейчас посмотрели в аспекте смертности до смертность увеличиваться а в рождаемость очень ситуация неблагоприятно надо во-первых в россии смертный как убыль населения составе гуляет уже около 700 тысяч человек мы можем в этом году достигнуть миллиона в башкирии мы уже меньше четырех миллионов и хотя там нам радужные картины некоторые пытают представить что у нас оказывается не зарегистрирован живет очень много северных пенсионеров но я сомневаюсь в этом во-первых а во-вторых их не так много вот у нас будет где-то 3 миллиона 900 3 миллиона 950 по итога переписи я считаю если все будет добросовестно сделано потому что но скажем прямо что далеко не до всех дошли и вот эти недочеты они будут восполняться расчетным путем и второе некоторые прошли там два раза их дублирующие запись надо убирать как и будут выбирать это тоже вопрос но это уже чисто так но то что у нас идет сокращение людей это факт сокращение рождаемости причина сокращения рождаемости это первую очередь то что 90-х годах вот это это родное возраста было дорожка рождаемость только вопрос в том что у нас рождается полтора ребенка суммарный коэффициент рождаемость это башкирия да и в башкирии в россии мы где-то отряда сейчас это раньше было немножко лучше ситуация на семью да да на семью на женщину но это и на семью то есть можно так сказать что такое на семью на 2 человек рождается то есть то есть через некоторое время через поколение будет на 100 человек замене замещение быть 75 а 25 уже уходят вот это означает что через 30-40 лет у нас на как минимум может оказаться на четверть населения будет меньше второе дело в том что я всегда привожу пример франции и германии 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 лучше живот материально а рождаемость во франции около двух детей на семью и плюс миграции а германия сейчас 16 они кстати сейчас больше раз лучше рождаемость чем у нас они на последние пять лет увеличили рождаемость 20 процентов и они эту работу продолжают прежде всего это происходит из-за того из-за чего дело в том что потребности людей они изменяются и они растут но когда ребенок из многодетной семьи а самое главное родители это многодетной семьи понимает что рождение третьего ребенка ущемляет интерес существующих двух детей их тоже материальные потребности придется урезать по сравнению с рядом живущими то они задумываются стоит ли заводить треть потому что первого второго как правило рождая я еще раз хотела уточнить смотрите если германия во первых цифра 1 5 республики ваш к сан для меня удивительная цифра потому что обычно башкирских татарх семьях очень особенная деревня рожает много да у нас 40 процентов сельского населения поэтому рассчитывала хотя бы мы как-то воспроизводства в семье из двух человек два ребенка рождается я думаю хотя бы вот этот коэффициент во первых надо исходить из того что в сельской местности молодежь уезжает понимаете бабушки не рожают тогда продолжая свой вопрос если германия во франции этот коэффициент больше это означает ли это что система государственной поддержки в этих странах выше чем в россии то есть у них есть выплаты у них есть выплаты они системно подходят они смотрят как это сделать прежде всего это и налоги но там система налогов другая то есть если ты не вот допустим тебя ты многодетная семья во франции ты не платишь налоги но там это по доходам налоги все и в результате да 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 и там получается что у них доходы на многодетную семью остаются те же потому что там некоторые налоги там до 40 до 50 процентов от дохода получается и как вот это как раз раз стимулирует второе нужно исходить из того что у нас нет вот этой системы у нас много разных выплат например малоимущим платится особенно ребенка у нас в республике 235 рублей большая месяц малоимущих но сколько надо собрать справок сколько еще что-то да а вот такая какая-то цифра рассчитывается 235 рублей а это произвольно три бутылки молока ну побольше три литра на четыре литра молока но вопрос в том что сейчас это полкило мяса грубо можно так сказать а второе у нас есть пособие для многоодетных у тебя четыре ребенка до у кого три это не выплачивается тоже малоимущим это 1600 рублей что такое 1600 рублей вообще не на ребенка на семью а если у тебя пять детей это две с чем-то если у тебя 6 у тебя тоже будет порядка столько сколько платится вот если у тебя пять детей когда я ставил вопрос и и был инициирован законопроект с нашей подачи то есть содружест многодетных семей башкатастана была ответная реакция что помощь достаточная и вопрос еще в том что у нас в городе городское население наиболее чувствительны к мерам демографической поддержки нас рождаемость 1 и 2 ребенка на женщину на семью в городе до москве 1 и 5 то чуть чуть меньше один то есть вот можете посмотреть то есть получается на 20 процентов ниже в уфе рождаемость чем москве то есть для того чтобы в уфе коэффициент на семью был хотя бы 1 и 5 как москве нужны системные меры поддержки 2 3 до и далее а у нас много вот этих казушных мер например у нас есть мера выделение земли без электричества да даже без электричества не выделяют не выделяет в уфе это вообще непонятная история около пяти тысяч в очереди стоит в уфе и они нет земельных участков говорят что нет но когда кто-то приходит земля находится могли бы многодетных семей нет а второе там если мы говорим до старикой дать будем делать выплат но приняли решение будущем году по моему порядка двухсот семей получат а очередь становится это полторы-две тысячи в год то есть 207 семей согласились получить в не даже если захотят в реально где-то полторы-две тысячи в очереди ежегодно встают это даже не компенсирует прибытие и вот эти все моменты не актуальность этих решений потому что когда многодетная семья народ определенное количество вот и потребность жилье у них тоже определенно пока дети в семье потом они разъезжают вот я допустил у меня четверо детей трое они живут уже то есть там двое учится один ребенок уже выросли живет но уехал один ребенок тоже ну как скажем при нас но уже понимаете нас живет трое постоянно то есть нам нет необходимости квартире это надо решать за течение допустим двух-трех лет максимум с момента появления третьего ребенка последующего если это не решается значит эта мера не эффективна она не будет играть кто отвечает например хотя бы хотя бы за за выделение своей времени течение двух-трех лет хотя бы земельных участков это администрация города и это же проблема очень давно это и при алалове было потом мы писали проблему знаете что интересно когда только издался указ земля была путин пока выделялась в уфе я говорю в уфе 1200 2000 год и в принципе очередь быстро пошла тот кто успел в то время поступить в очередь он получил землю остальные потом уже 100 земельных участков 20 участков и вопрос в том что меры поддержки они не своевременно один из моментов я считаю это выплаты на третьего последующего ребенка многодетной семье до достижения 18-летия допустим это речь идет у нас многодетных семьи 46 но на тысячи где-то в республике да но дело в том что третий последующий ребенок это имеется ввиду когда статус многодетной семьи утрачивается что я не вырос там количество вот этих выпуск не так много где-то порядка трех миллиардов в год это где-то полтора процента от бюджета или те льготы объемы льгот которую предоставили башнефть но видимо интересы собственников башнефти превалирует на интересами многодетных семей по сути эти деньги эти выплаты они все равно экономика вернулся это же увеличение внутреннего спроса потому что вот эта сумма то есть речь идет минимально прожиточного меню то есть но это 10 11 12 тысяч на ребенка эти суммы вполне достаточно и когда у нас очень часто вот превалирует интерес говорят что вот будут получать богатые семьи я скажу так что больше трех прожиточных меню получает около пяти процентов 5-6 процентов по разным годам другу 5-6 процентов многодетных семей то есть если 46 тысяч из них 5 до это сколько 2000 меньше ну да где-то для 2000 получает больше трех прожиточных меню на члена семей ну больше 30 тысяч да это тоже особо нельзя считать нами богатыми не считает неплохой достаток и поэтому если бы вот эти меры есть ли другие меры вот но сочетались это было бы неплохо или допустим почему родители останавливаются в принятии решения что был там 3 4 они смотрят чтобы ребенка поднять нужно чтобы он ходил спортивную секцию кружок это минимум 5000 в месяц этих денег большинстве случаев взять медианную зарплату у нас где-то 35000 то есть если взять то есть просто у них не будет возможности трое детей это хотя бы 15 тысяч надо выделить на вот допустим в санкт-петербурге вот у меня получилось что родственница но ехал преподавателем вот кстати там зарплату у них получается в два раза больше преподаватель чем здесь вот и на с удивлением увидел что очень много факультативных занятий очень много кружков очень много спортивных секций бесплатно а у нас такой традиции нет у нас бесплатных кружков нет не а есть но их мало то есть детей то у нас 900 тысяч реально ходят 40 тысяч бесплатно вот может посчитать и если взять многодетные семьи вот исследование проводилось по инициативе совета федерации показал что больше половины многодетных семей они малоимущие и когда говорят что рождение ребенка это новый шаг в бедность я хотел сказать да рождение второго ребенка ну каждый но и третий последующий ребенок это новое новый снижение понимаете как когда два ребенка они еще как-то могут более-менее содержать у них доходы не меньше прожиточными на большинстве случаев дело в том что когда мы говорим около половины детей живут малоимущими земля это семьях прошу прощать то надо еще учитывать что возраст когда женщина не может работать до трех лет доходы только у одного человека и поэтому какие должны быть доходы работающего член семьи для того чтобы содержать семью если например из пяти человек ну если вот у нас определенный набор безусловно необходимых вещей это но товаров и услуг определен 16000 это в республике вот умножьте на 5 это 80 тысяч это без определенных бизнес это минимально это набор хотя минимально прожиточные у нас 12000 но это я считаю немного лукавство потому что когда кто-то пытался прожить на минимальном прожиточный минимум они сдавались на через месяц-два потому что они понимают что жить на это очень тяжело но многие живут а в республике рождаемость низкая ниже чем в москве мы с вами определили 39000 в этом году но при этом у нас очень высокий показатель по младенческой смертности мы наша позиция одна из худших при волжском федеральном округе согласно госросстату этот показатель 5 и 5 промилле вот столько детей погибают на тысячи рожденных в то время как средняя цифра по волжье 4 4 а по стране 4 и 5 по итогам 7 месяцев если еще несколько районов удивительными показателями в колтосинском ужасными показателями колтосинском районе это цифра 31 и 9 промилле караидельском 29 дуванском 22 бешбулякском 19 между тем показатель младенческие смертности это не только личной трагедии семьи но и очень серьезный показатель эффективности деятельности губернатора но главы региона при хамитове тоже показатель был очень высоким и писали материал что как в африке у нас некоторых районах показатель принципе но большинство колтосинский район со своими там пока 32 ребенка которые умерли на тысячи рожденных до чадом до кашмар а там ужасно вот каковой причиной и и что здесь можно сделать это же но это ужасно понимаете вот смотрите училах собирается убрать там больницу до оптимизации оптимизации вот теперь представим что в чулах женщина собралась рожать куда она поедет говорится белорезка сколько нам будет ехать сможет ли она столько надо еще анализы надо узи надо еще и действительно женщина многие в деревнях не делают этого потому что даже те выплаты которые дают там стимулирующие они привыкли не меньше чем затраты чтобы добраться до поликлиники и вот из-за перинатальное сопровождение у нас это же данная есть миндрава это основная причина с младенческой смертности у нас не только младенческая смертность высокая у нас вообще смертность среди детей до 18 лет самая высокая пфо то есть это не просто мы акцентировались на этом а то есть детская смертность вообще очень самая высокая привозка в федеральном округе то есть некачественная медицинская помощь не стране медицинская помощь и результате оптимизации но поймите опять очень большая если мы будем говорить про сельское население там вообще очень высокая вот и у нас получается что несовременно получение медицинской помощи которая очень часто нужна срочно допустим ребенок получил травму если он может получить через 15 там 20 минут помощь то он может остаться жив а если это будет через час два-три как допустим если надо вести вот допустим есть некоторые районы в караидельском районе в училинском там их можно представить там надо ехать от некоторых деревень со 600 километров и зачастую зачастую едут одни по самым лучшим дорогам и значит они через два-три часа только смогут получить квалифицированную медицинскую помощь и могут на врачебную вот и вот это и второе ребенок детский организм он очень чувствительным и помощь должна быть своевременной потому что высокой температурой очень часто просто во время не оказал то ребенок может стать инвалидом даже он выживет но станет инвалидом это тоже вы многие моменты сопровождение медицинское сопровождение наших детей очень неудовлетворительно и к сожалению у нас больше превалируют экономические показатели то есть сокращение затрат на оказание помощи чем на то как она оказывается качество у нас привыкли вот формально знаете мне честно говоря до сих непонятно вот заберено наградили орденом за что вот за это то вообще-то при сталине за это расстреливали не по публикации ракши известного демографа была такая цифра цифру вернее не помню такой факт что по избыточной смертности республика башкорстан занимает тоже лидирующие позиции по внешним причинам да и получается вот возможно за это тоже его наградили но мы можем это примете я хочу сказать что что я не думаю именно что тот что за это в том что у нас вот скажем так кто ближе к власти тот и получает награды вне зависимости от качества оказываемой помощи или вообще от качества его работы я об этом хочу сказать что у нас к сожалению смотрят на самоотношение с руководством они на результативность того или нового ведомства здравоохранение к сожалению она не по сравнению с другими регионами не улучшается если бы он сумел это сделать я конечно если я не ошибаюсь цифра за 9 месяцев 21 года на 9 миллиардов уменьшены расходы на здравоохранение бюджета республика вошься по сравнению с двадцатым годом и даже зубаревич это отметила что 30 процентов если я не ошибаюсь вот она назвала цифру 30 процентов в сравнении с прошлым годом это она даже вот в интервью вот и эта цифра и удивила к сожалению у нас нас очень экономные руководители республики экономные когда это касается населения но у нас очень часто любят говорить что бюджет социально направлен но когда дают миллиардные поблажки крупным корпорациям то же время мы должны понимать что они делаются прежде всего за счет нашего населения и первыми пострадавшими это наши дети это наше здоровье это наше развитие потому что на развитие у нас денег нет у нас говорят что мы 200 миллиардов тратить есть безусловные обязательные затраты когда мы уберем все это на развитие там не был где-то 10-15 миллиардов и мы должны очень грамотно их использовать это что на 3 и 2 миллиарда у нас вот талия льготы башнефти или свыше 200 миллионов то что получает у нас пивные компании за то что спаивать наше население помимо скажем того вреда который они приносят но честно говоря это за счет нас за счет нашего развития и это надо видеть и помнить и понимать у нас интересная ситуация с медицинскими организациями им предоставили на 59 миллионов ежегодных льгот на налог на имущество тем организациям которые оказывают высокотехнологичную помощь в гинекологии экушерстве гинекологии основной это эко это мать и дитя семья но вся сумма на высокотехнологичную помощь населению согласно выделяем вот указаны цифры фонда обязательного медицинского страхования составляет 79 миллионов даже если может оказаться что там это неполная сумма но может оказаться те льготы которые оказываются они сопоставимы с объемом услуг которые эти частные богатой медицинские организации оказывают нашему населению то есть эко это конечно богатая дорогая операция но надо еще учитывать что вот эти подарки они уже получают за счет это операции и плюс еще у них получается достаточно хорошая сумма за счет экономии налога на имущество налог на имущество это тот налог который выплачивается ежегодно безусловно а количество услуг они могут увеличить или уменьшать зависимости там разнарядки и прочее им даже может оказаться что они могут отдать это какой-то другой организации оказывать допустим 10 операции в год и получить на льготу по налогу на имущество он уже получит но они будут значительно больше чем сам вот это безусловно они получают безусловно да и вот это меня честно говоря удивляет потому что в данном случае это неправильное решение то есть вот эти все средства неправильно я понимаю все средства как потрачены неэффективно до льготой который предоставляется определенным избранным компаниям можно было бы направить на то чтобы улучшить качество оказываемых медицинских услуг особенно учитывая что у нас очень большая доля сельского населения очень серьезная но до протяженность там расстояние между центрами а помощи медицинские им и и другими населенным пунктами 100 100 с лишним километров это могло бы быть некоим не спасением спасением нет но помощью до помощью для снижения смертность не только смертность увеличение качества жизни потому что давайте посмотрим с другой стороны около 44 тысяч если не ошибаюсь у нас работа системе здравоохранения около десяти процентов у нас дефицит 10 процентов сотрудников на здравоохранение первую очередь это сельские территории если допустим производили доплаты у нас есть сеть это ряд определенных программ который большей степени финансируется федеральным бюджетом но сути стоит в том что там она действует там 5-5-3 куда-то по-разному они просто отсиживают то есть приходят получает выплат врач получает миллион вот и потом уезжает но если были бы доплата потому что почему они уезжают потому что доходы врача сельской местности значительно ниже чем городской если хотя бы как-то сбили чтобы хотя бы 10 тысяч допустим выплачивать ежегодно а ежемесячно врачу то врачи бы оставались на в городе еще врачи имеет возможность работать нет я не верю что и да но возможности на изставке от деревни конечно такие возможности нет и вам известна цифра за среднюю заработную плату врача в сельской местности сейчас у меня данных нет но по итогам года посмотрим дело в том что к вид он значительно улучшил доходы врачей но и не в сельской местности ну кто работает с красной зоне там в сельской местности у меня и работая с вечером она заболела на работе ей никто диагноз не подтвердил она болела к видами никто диагноз не подтвердил соответственно выплаты так и не получила это может быть у нас вот это формально бюрократической построена так чтобы как можно меньше выплатить да 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 вот хотела бы еще обсудить такую проблему как незащищенные слои населения так прежде всего пенсионеры у которых а размер пенсии меньше 11 тысяч рублей их очень много в республике точную цифру к сожалению не могу назвать мы благотворительный фонд из велик оказывали помощь продуктовые наборы и подвозили да где-то они были очень благодарны потому что если у них пенсии 11000 когда они выплачивают вот этот очень серьезную тяжелую ношу как коммунальные услуги на сегодняшний день 5-6 тысяч на жизнь на лекарства на одежду на питание остается но 5 тысяч на эти деньги нельзя прожить я мы были очень удивлены что наш продуктовый набор там весом 15 килограмм и покупали за тысяч рублей но наши партнеры нам давали очень серьезные скидки их очень сильно спасло они были очень благодарны они плакали вот потом единая россия вот какие-то помощи тоже оказывали я не знаю насколько это было эффективно и я к сожалению не мониторила но постоянном режиме не только в условиях пандемии этим пенсионерам хочется достойно жить это нормальное желание вот какая помощь республика оказывается таким незащищенным слоям нас или населения но согласно исследованию малоимущественно есть выплат социальной выплаты если ты ниже прожит вернее как вот у тебя доходы меньше чем определенная доля там 12-20 процентов я точно не помню тебе ты можешь получить субсидию на жилищину но суть состоит в том что первое это выплачивает когда у тебя нет долгов а согласно исследование малоимущие семьи как правило как минимум два три раза в год эти просрочки осуществляли то есть значительная доля они просто автоматически исключается я не знаю почему это сделано то есть такая методика принципе правильно было бы выплачивать они уже дальше шли они облегчили дело в том что иногда вот когда семья живет или даже пенсионер вот у него он сильно заболел вот допустим простудился лекарства купить за 500 рублей или там оплатить там какую-то жилищную услугу он уже сидит и выбирает им бесплатно лекарствами предоставляется и вообще вот то что вы говорите вот правильный посыл что пенсионеры не должны быть нищими и кстати если взять европу развитые страны пенсионеры нельзя сказать что они прямо у супер богатых но имеют достаточно дохода чтобы достойно жить во всяком случае они путешествуют на это свободные средства не да но в германии там есть даже специальные выплаты пенсионерам на путешествие вот я согласен что мы менее развиты чем германия но тот разрыв между средним размером пенсии и средней зарплаты он очень большой раз уж увеличили пенсионный возраст надо все-таки поставить кардинальный вопрос увеличение пенсии они должны быть хотя бы 25-30 тысяч которые позволили бы минимальные свои расходы осуществлять потому что они живут в тех с теми вещами которые купили до пенсии как правило они не могут себе нормально сделать ремонт в квартире не могут купить машину и так далее это если человек живет только на пенсию а финансовые возможности они сокращаются потому что если взять раньше было просто 2009 году и потом был недавно два года назад таковидно кстати время девятнадцатом году количество людей то есть доля который собирается жить на доходы от помимо пенсия доходы от накопления сократилась два с половиной раз это означает что доход вот эти накопления у людей уменьшились это за 10 лет то есть и здесь надо исходить что пенсии это в основном основной доход пенсионеров и надо создать так чтобы это пенсии было достаточно достойный да у вас была очень интересная публикация на сайте на нашем сайте пруфы по возмещению по субсидированию недополученных доходов транспортным организациям из бюджета республики 22 год это цифра 1 и 2 миллиарда рос заложен почти 50 процентов вот я хотелось что вы немножечко рассказали нашим читателям по направлению объяснили вот например региональные авиаперевозки планируется компенсация на 22 год в сумме 131 миллион 131 может а вот рост на рост 64 процента к уровне 21 года объясните пожалуйста какие эти маршруты и зачем нужны они и почему мы их компенсируем так получилось что я на фракции кпрф участвовал в вопросах по обсуждению бюджета вот к сожалению министр финансов не сумел мне ответить на этот вопрос но я считаю что здесь должны быть четкие объяснения какие компании за какие маршруты получают там же сказать железнодорожной перевозки там рост в 1 и 9 633 миллиона не получат в будущем году но вопрос достаточно простой большинство их маршрутов проходят по автобусным маршрутом них дублирует но автобусники перевозят прибыльно у них доходы складывается так что они для бюджета еще генерируют дополнительные доходы зачем нам дублировать я задавал вопрос не получил ответа вот суть состоит в том что у нас идет от осуществляется маршрут для покрытия вот этих убытков которые у них будет они пока статистику нужно такие-то суммы и идет расчет то есть они ставят перед фактом перед депутатами и вы примите это отраслевые министерства то есть у нас есть минтранс министерство транспорта и дорожного строительства они делают эти расчеты согласовывают я считаю что первое есть социальные маршруты там где действительно железная дорога единственный путь в цивилизацию как можно сказать вот там действительно они нужны второе понимаете есть разные электрички бывает пяти вагон есть двух вагон и я не знаю не могу сказать но основные расходы вот эта доля в смещении идет из-за того что недостаточно загрузка их просто-напросто эту загрузку можно увеличить уменьшением размеров электрички но опять это надо садиться считать и разбираться но у меня такое ощущение что чиновники этим не занимаются странно вот все-таки я возвращаюсь к авиаперевозкам я бы хотела понять например есть такой маршрут уфа ростов вот мы получается наш бюджет компенсирует стоимость пассажироперевозок по этому маршруту я не могу сказать это тайна мы не знаем это не является не должно быть тайны но из бюджета это не видно какие маршруты субсидируются насколько я знаю был ютер уфа вена вот но мы вену же не летаем давно уфа ереван меня очень удивил ереван и я вообще считаю если это действительно субсидируется это неправильное решение потому что это в основном миграционные потоки армения один из главных поставщиков мигрантов для нас но если мы если вы помогаем мигрантам добраться до нас не считаю особой необходимости потому что в принципе там это будет две-три тысячи на одного пассажира насколько это необходимо да но у нас все-таки по иммиграционным потоком если я не ошибаюсь по поставкам первое место занимать таджикистан потом узбекистан потом армения это киргизстан потом но армения четвертое да получается но я в те направления что-то маршрутов открытых не видел не знаю я не могу сказать давайте мы отправим тогда запрос министерство транспорта потому что очень хочется понять почему за счет наших налогов финансируется миллионов запланировано в двадцать первом году а сейчас 131 достаточно существенно это больше 50 процентов а ты же мне кажется человек очень беспокойной и уверена что вы сделали уже правительство какие-то предложения я обсуждал но понимаете проблема то в чем можно говорить любые предложения они просто не рассматривать серьезно то есть они не готовы слушать и слышать проблема в том что вот сейчас допустим кпрф с учетом того что они продвели расследовать почему высокие тарифы 1 и выяснилось что очень одна из больших проблем это завышение платы каждая третья жалоба прошлом году это касалось завышение платы на жилищно-коммунальные услуги и кпрф внесло достаточно здравые нормы наказывающие за это насколько это проблема актуальна можно сказать по следующим цифрам тридцать девять и семь десятых миллиардов объема коммунальных услуг увеличение где-то чуть меньше десяти процентов физический объем согласно данным башката стану увеличился на 1 и 7 взять если объем и индексации цен как у нас сейчас принято говорить на коммунальные услуги где-то 38 а извините а остальное увеличение за счет чего у нас можно ли на прибыль не но как у нас если у нас получается как объем услуг может увеличиться либо за рост счет роста тарифов или увеличение объема там все рассчитали и у нас 44 процента совершенно необъяснимые доходы ресурсоснабжающих организаций никто не может объяснить я задавал вопросы многим специалистам тогда возникает следующий вопрос как наказывается за это а у нас так построено законодательство что кажется не так вот просто да вот еще меня возмущать что еще тебе если ты обнаружил что тебя ошибочно начислить ты должен прийти стоять в очереди папа то написать заявление то есть тебя и так не но сейчас можно в электронном видео это мы записываем бедные бабушки не это ваша еле в очередях осенью я просто скажу про другой вот сейчас что если взять 150 что 157 статью жилищный кодекс там указа если тебя посчитали ты обнаружил подал заявление тебе 50 процентов штрафа компенсирует но это еще норм нет но вопрос еще в чем обсчитали весь дом компенсировали одному там что другие не подали заявление и в соответствии с этим предложено было они сейчас это проходит уже в президенте должны рассмотреть декабре то есть предлагается чтобы расширить норму если надзорный орган обнаружил переплату он тут же рассчитал и выставил то есть обязал уже до но это жил госком жилстрой надзор это может быть и прокуратура то есть но единая россия единым порывом выступили против второе так как нормах административных кубка по нет наказания потому что интересно получается что есть статья 723.3 где за нарушение правил эксплуатации дома тебя могут привлечь к ответственности но в этих правилах по управлению дома то есть 416 обстановление правительства они утверждены там указано что это то есть ты должен дать информацию то есть они свое время дают информацию мы приняли ваше заявление к сведению и все обязанности у них нет и и привлечь к ответственность невозможно а ресурсы снабжающих организаций там нормам оказания коммунальных услуг там есть эта норма что они должны это сделать а санкции нет и опять таки когда это все показали там просто напросто написали правовое заключение секретариат на 10 страницах стали указывать неработающую норму которые говорят от 559 коап это закон по обращениям граждан должен работать но есть разъяснение прокуратуры если решение конституционного суда что это не применяется для в жкх я не знаю вот такое ощущение что как сказать вот они отписали тому большого это как бы обстанование когда начинаешь смотреть она ни о чем воды много и в результате вот понимаете вот эти нужные нормы и в принципе они разумны они не принимают потому что если бы наверно хабиров дал команду это была бы другая реакция я просто свое время спросил у дпр и кпрф какие их инициативы были приняты они не сумели мне ответить правда один закон единая россия украла это одесских войны но они же привели как свой то есть вот это изменение парламентаризма конечно нет а в россии и тем более республика башкортостан возвращаясь с транспортным перевозкам хотела поговорить об аж автотрансе почему это серьезная государственная компания на которого там выделяется миллиарды средств никак не может качественную перевозку паша пассажиру перевозка обеспечить организовать потому что мы получаем массу жалоб как люди стоят на остановках как они мерзнут как они не могут уехать автобусы полные вовремя не приезжают и так далее там подобные вот возмещение тоже миллионов уже несколько лет подряда и рост не заложен почему-то в этом году извините средний билет где-то 25 рублей до среднем вот из 25 рублей 7 рублей это платит бюджет ваш автотранс вот посчитать какая сумма это получается чуть меньше тридцати процентов финансирует государства а кому коммерческие услуги два-три рубля разница среднем есть некоторые маршруты которые там чуть подороже там есть это я не спорю но в среднем если взять динамику и никто не может объяснить а почему неправильно финансово построена модель как раз сформировала их убытки почему-то мы построили систему что нам должен оказывать услуги баш автотранс но я не понимаю как раз хотела можно ли там отдельно взятого хотя бы в уфе по транспортной перевозке пассажир перевозки передать частным рукам потому что частный бизнес он наиболее эффективно и да но давайте посмотрим как делается в москве деньги получают за перевозку вот когда платят пассажир не перевозчик а получает муниципалитет ну в данном случае паска это не муниципалитета субъект федерации но они получают их и потом а вот эта структура расплачивается с перевозчиком и вот когда по 44 фазе сделать госзакупку то есть чтобы они оказывали услугу какой какая задача перевозчика подать автотранспорт чтобы он вовремя соблюдать с определенной скоростью он прошел и то же самое чтобы был определенным состоянием и вовремя оплачивалась все и все и за эту стость за километраж платить им определенную сумму и тогда вот эти концентрации финансов у муниципалитетов позволят воля проще действовать потому что там уже будет конкуренция когда тот же батыров или же там ваш автотранс неважно будут просто-напросто конкурировать на тендерной основе за сколько они смогут оказывать эту транспортную услугу чем это полезно во первых стабильность на рынке если будет двух-трехлетние контракты как меня уже перевозчик будет понимать какие ему нужен транспортные средства какой у него будет доход он будет планировать и тогда вот этого техаса не будет и не будет гонок по проспекту у нас посмотрите как в час пик это прямо как гоночная трасса поводов для автобусов потому что они получают напрямую и выгодно вперед заехать получить деньги правильно ли я понимаю и коммерческие и частные перевозчики и государственные перевозчики не напрямую от пассажира не получают денег на за перевозку не сейчас получать напрямую сейчас еще в москве да москве санкт-петербург других продвинутых регионов и москва и муниципалитет или там субъект федерации данном случае потом возмещает оплачивать их услуги услуги по факту не сколько они привезут пассажиров а сколько они осуществили пробег сколько они осуществили услуги то есть допустим нефас такой-то вместимости проехал 100 километров полностью соблюдал скорость полностью соблюдал качество обслуживания и он за это получает конкретные деньги и не учитывается заполнеемость нет понятно какая разница перевозчику ему главное это сделать а уже планирование вот как раз то что у нас говорят вечером не ездят а перевозчик не заинтересован они знают они будут делать все чтобы вечером не атаку перевозчика будет задание и уже муниципалитет будет контролировать почему такая передовая методика не перенимается но если в москве транспортная большая коррупционная составляющая дело в том что есть выгодные маршруты есть невыгодный маршрут чтобы ты получил выгодный маршрут насколько я услышал и в принципе все шепотом об этом говорят что надо заплатить и я думаю что это главная причина что многие маршруты выгодные есть у конкретных перевозчиков это мои убеждения но об этом действительно рынке все говорят и конечно от этого населению там не становится ни тепло ни холодно они не холодно больше да они услуг не получают до качественного при этом и в казани например я обратила внимание что у них к на каждой остановке не висят вот 10 часов там 15 минут по какой-то номер автобуса подъезжает в это время автобус я вот этого у нас не замечала ей вот я только жалобы слышу вот в результате транспортной реформы у нас стало еще хуже это вот как черномор день говорил хотели как лучше получилось как всегда это прямо вот понимаете у нас сейчас рынок общественного транспорта по понятиям по понятиям а должен быть по закону и не только общественного транспорта мне кажется по понятиям у нас все что ручка это что два маршрута просто отжимают часу в отдельную переводчика я не хочу не оправдывать его ничего но так как делают это давление административное давление которое уже нет в 20 с больше 20 лет других регионах и если такие действия будут продолжаться многие будут просто сокращать свои инвестиционные составляющие в развитии общественного транспорта приведет к тому что да ваш автотранс станет доминантой но извините полмиллиарда в прошлом году он получил убыток и в предшествии 600 миллионов в прошлом году да 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 то есть компенсацию получили 500 миллионов вы еще 500 миллионов в убытках фактически миллиарм миллиард с лишним убытки если мне получили за одну ну да но вопрос нет не только субсиди это новый автобус который бесплатно да да и на сколько мы сделали материал они все пайлы стоят под снегом вот зимой стоять потому что не было водителей говорят потому что нет горта недостойной зарплаты наверное но вопрос опять если бы мы перевели в конкурентную среду а это возможно то я тоже сказал финансовая модель об этом я уже говорю около пяти лет вот и вот как было ну в свое время были обещания что мы переведем 23 маршрута и потом но это ни о чем и потом то что у нас алга очень много забирает процентов когда мы платим в магазине выплатим где-то один процент пол процента а там вот до пяти процентов а в чу пользу в пользу брыска капкала брыска это организация алга который урал приурал себе приурал себе да ну давайте это частная компания которая имеет бизнес и кстати в федеральной антимонопольная служба вынесла решение о том что перевод налогу является незаконным потому что были нарушены антиконкурентные законы то есть это когда было вынесли так как буквально месяц два назад после этого же должно быть но будет судебно разбирательство и у нас кстати если взять по транспорту там достаточно картинка не самая однозначная потому что есть и решение арбитражных судов о том что ряд позиций которые были заложены два года назад год назад они незаконны и это признано уже судом арбитражным судом вот и я думаю что надо менять политику надо транспортником идти по другому оттого что на пазике люди будут ездить или на газельки или же на анифазе от этого качества не изменится ну да у нас странные какие-то ну как формальные признаки у нас не должно быть пазик у нас не должно быть пазик у нас давно не должно быть ларгусов у нас того не должно в итоге вот все ломают и созидать то не получается понимаете как вот такси когда межмуниципальные пытались войти там сложнее и не сумели конкурента способность маша автотранса очень низкая но дайте этим людям работать переведите их в нормальный рынок есть условия как это они готовы по этим условиям работать на когда они все зарегистрированы они официально работают как такси вот они они как такси зарегистрировался у них есть право принимать у пассажиров деньги все и надо не нравится ради хаверов вопросы не кому то нравится не нравится в том что надо давать альтернативу если альтернатива конкурентоспособна она будет жить если она не конкурентоспособна значит она умрет мы уже в рынке 30 лет а все как будто бы советского союза такие не ушли или вообще с техаса не ушли или в техас вернулись не примете мы в авто в транспортной сфере это пример как 90-е годы вот беспредел вот ты сегодня хорошая завтра что-нибудь не так сказал тоже плохое и с тобой разберутся по понятию найду а интересы населения граждан республика это это последнее о чем они подумают ну сейчас понимаете у нас очень высокое высокая исполнительская дисциплина и если они им сдали задание они ее упал это задание выполняет в полной мере но нельзя административными мерами решить вопросы рынка поэтому у нас если поговорим по инвестиции кстати в этом году они ниже реальны чем раз давайте поговорим о состоянии экономик республика ваших цен как вы оцениваете результаты за девять месяцев 21 года в россии экономика восстанавливается хорошими темпами как мы тут смотримся по промышленному производству по пока по инвестициям по объему ввода жилья немножечко расскажу об этом расскажу мы середнячки хорошие середнячки сейчас но не в лидерах в лидерах если взять пфу это татарстан и честно говоря все остальные регионы нашего округа на большом удалении от них по некоторым показателям они в полтора раза больше а некоторым показателям 20 процентов имеете ввиду а челябинская область сам сам не челябинская область не входит это самара саратовского ульяновская они целеско нет это пермский если взять экспорт это первое место 30 процентов экспорта пфу это татарстан у татарстана экспорт на душу населения в несколько раз выше выше наших показателей это не очень сильно удивило но понимаете вопрос состоит в том что они поступательно смотрят и развиваются некоторые показатели они идут через москву их незаметно то есть не видно оформляется сделка если в москве там вот но в целом мы значительно отстаем и это надо признать надо принимать меры которые позволили нам создать когда-то мы говорят о первое второе место занимания по объема экспорта то есть какие пока в по каким какие области промышленности или какие сектора промышленности или сельского хозяйства мы потеряли в экспорте почему мы так сильно бледно смотримся на фоне татарстана но мы не только на фоне татарстан и пермского края самарская область нижегородского в принципе вот это те лидеры региона если мы начинаем пересчитывать на одного человека то вот мы это и по объемам строительства нас ниже среднем чем по пфо это вот такой хороший хороший показатель характеризирует характеризующий инвестиционной составляющей потому что в основном начинается со строительства строится что-то дороге ли школы там заводы вот у нас я еще раз говорю ниже чем среднем по пфо расчете на одного жителя то же самое если мы возьмем инвестиционной составляющей у нас 97 процентов с учетом сводного индекса цен роста цен инвестиционного направления 97 процентов к уровня 20 20 20 20 год скорее всего достаточно тоже проблемная то есть по это и определяет возможности нашего развития и еще надо учитывать что у нас очень большая составляющая бюджета это больше чем татарстане доля у нас каждый пятый рубль инвестиций это бюджетная составляющая из них если взять из привлеченных средств у нас привлеченные средства это где-то одна треть это коммерческие кредиты не только привлеченных но это инвестиции то есть есть собственные средства предприятия они сами развиваются ну допустим машине все начинает какой-то проект инвестиционный новый проект они туда вкладывать есть привлекает то есть они из извне приходят деньги за счет выпуска акции обликционных обязательств кредитные там разные пути вот и вот здесь у нас 50 процентов где-то привлеченных средств это бюджет если бюджетного финансирования не было то и не было бы какого-то еще с хорошей составляющей дело в том что многие инвестиционные проекты мы эти деньги реально не увидим вот смотрите давайте вот сейчас я просто скажу вот допустим у нас м12 будет строиться да реально пас получат деньги это генподрядчик проектант и кто будет потом эксплуатировать это кусочек ну вот это 120 километров где-то да но дело в том что так как это на нашей земле в показателе будет отмечено что там но там где-то не меньше 100 миллиардов будет вложен в показателях эта сумма будет указана но только этих денег а эти деньги наша экономика не увидят потому что эти деньги потому что я сомневаюсь что строить будут наши организации потому что даже другие объекты дорожную инфраструктуру строит как правило а вот это сколько километров м12 у нас где-то сто двадцать километров какая доля и всего я не могу сказать от екатеринбурга то москвы до от москвы до казани где-то 800 километров где-то это 700 где-то полторы тысяч километров это где-то около ну да но они проходят опять таки я говорю что фактически если мы посмотрим эти деньги вы не как там будет пять-шесть автозаправок может быть участок поставит обслуживающий но доходы будут получать организации которые будут обслуживать это структура росавтодракса или там кто будет собственник я точно не знаю но собственно не будет получать но то есть здесь нужно предположить что наших лоббистских способностей тоже не хватит для того чтобы хотя бы вот попытаться хотя бы какой-то кусочек финансовых средств на не если бы дорога была казань москва казань уфа то тогда конечно вот еще хотел начать бюджетного финансирования вот вы как-то тоже писали об этом аглц мрадкина да там а там очень маленькая доля я цифры уже к сожалению не около 900 миллионов частные инвестиции частные инвестиции а общая инвестиция свыше 10 миллиардов свыше свыше 10 миллиардов как раз это вот бюджетная финансирование то что вы говорите это будет как инвестиции включаться там не совсем так там получается где-то будет выдаваться гарантия где-то будет три с половиной миллиарда реальные инвестиции республики вот но скажем так если что-то случается там свыше пяти миллиардов гарантийный фонд республика будет за это расплачивать но насколько на бюджете по бюджету я задавал вопрос министерство экономики представитель сказал что пока придерживают то есть сейчас заново все рассчитывают но я бы сказал что лоббистские возможности садового кольца очень высокие я думаю скорее всего они будут пробивать это но я скажу так сам проект мрадкина интересер но я считаю что его можно сделать без консессионного соглашения а допустим привлекая местных инвесторов потому что я знаю что там в садовых товариществах они строят там типа гостиниц гостевые дома и прочее ну дайте им землю дайте землю дать и вас 10 процентов тех инвестиций бюджет даже не инвестиции дайте землю и не мешайте и не мешать и они будут строить они готовы строить надо создавать условия у нас в чем преимущество татарстана они создают условия для генерирования доходов а мы притаскиваем инвестор говорит а вы знаете вот мы вам сократим ваши расходы на столько-то инвестора большей степени интересует его доходность и если допустим они предлагают проект они говорят узнать вот вы сегодня заходит завтра получаете деньги и инвестор понимает да это так и они доказывают это почему у них и алабуга так хорошо или они просто-напросто сформировали инфраструктуру так что действительно они за год может любое производство организовать и пойти у нас такого нет и пока и у нас так будет так и будет у них очень четкие ясные правила игры получается не индивидуальных как у нас получается когда говоришься да да как договоришься по понятиям как вы говорили и самое главное еще какая-то и ущербная психология мне кажется потому что мы вам дадим вот все что вы просите но чуть-чуть вложите и зарабатывайте на нас деньги да вот это какая-то ущербная психология они должны на нас зарабатывать потому что бизнес он заработал я прекрасно понимаю но биджет бизнес должен зарабатывать но биджет бизнес и должен вкладываться чтобы зарабатывать но я еще раз повторяюсь модель так как которая построена татарстаном почему он успешен он формирует доходность а мы говорим а мы вам сэкономим 10 процентов это хорошее дело но доходность в этом теряется бюджета бюджет недополучает деньги как например ваш нефти 32 миллиарда вот я хотела еще у вас спросить бы они неоднократно говорили что мы по конституционному соглашению будем платить по восточному выезду три с миллиарда в год но это не я говорю это в бюджете ну скорее всего да почему-то не другие экономисты об этом не говорят вот я хотела узнать я не видела в бюджете этой статьи расходов на 22 года где он спрятан не это конституционный соглашение там эту кону я наверное свернутая только посмотрела но изучать сложно он около двух тысяч страниц это укрепленный затрат ну да в двадцать втором году уже у нас расходов нас расходов будет восточный выезд будет сдан каком году есть не он 23 23 сдается но мы уже начинаем компенсировать недополученные дамы не в дело в том что строительство ведет в основном за счет наших средств за счет федерального гранта там и сама финансовая модель что интересно она хорошая сооружение инженерное тоже одно из самых скажем сложных может быть не буду говорить про европу про россию но цели они непонятны что такое они говорят что 20 тысяч автомобиль будет ездить даже золотые автомобиль проще каждому проезжающему автомобилисту выплачивать по 500 рублей в течение 10 лет и это будет дешевле эти автомобили это дорога будет бесплатно она должна быть платно но я не думаю что поет поймите вот рядом есть пугачевский мост через пугачевский мост ежедневно до 30 около 35 тысяч автомобиль проезжая я не уверен что вот этот транспорт поток перейдет на 20 тысяч туда потому что смысла нет и там где-то среднем до 350 рублей за проезд зависимости от типа автомобиля там доложен я не думаю что кто-то захочет 150 рублей заплатить чтобы проехать в один конец на такси можно но за 200 рублей проехать в центр допустим от некоторых точек и поэтому ситуация такова что если будет платная но там будет не больше полутора-двух тысяч в день и мы должны будем компенсировать недополученные должны будем мы уже обязаны мы уже обязаны сейчас ситуация поставлена так это вообще проект не хабировский хамитовского вот ситуация поставлена так что мы назад уже если я не ошибаюсь окончательно вот это договоренности прибыли уже при хабирове но часть сумма снизу снизу но понимаете это все хорошо просто это один из объектов которые нам очень дорого обходится когда мы тратим около 40 миллиардов на вот этот объект для понимания это в решении 80 процентов проблем транспортной системы уфы вот да да и даже по тема мы с вами обсуждали по тем расходам 450-летию города уфы вы правы есть все объекты те которые не генерируют генерирует новые убытки и дворец борьбы с огромный дворец борьбы евразийская библиотека да то есть у нас в принципе очень эффективная экономика на сегодняшний день и планируется и далее но не видны знаете у нас республика мне напоминает капризного ребенка который срочно добивается новых игрушек а старый выбрасывает вот посмотрите сколько у нас старых спортивных объектов вот например рядом с татарским театром нур там старый стадион к словат юлайф не вот не словат юлайф я точно не помню как он называется но он заброшен вот у нас есть старые спортивные сооружения старые это та злобина это вот их ленинском районе который требует ремонт хорошего обновления и и этот список можно перечислять мы на них не выделяем деньги но строим новые насколько они будут эффективнее старых мне непонятно потому что ну допустим у нас есть евразийская библиотеку он построен за счет чего мы будем восполнять книжный фонд простой вопрос то ли задание что там были раритетные издания чтобы там были рукописи но все знают что это основном библиотека ахмед закиева леди но если мы из нее все заберем раритет на какие функции у этой библиотеки вот а это кстати там и люди работают там можно много говорить да и и надо переформатировать под современные форматы и в принципе если бы это сделали на базе этой библиотеки то это было бы прекрасно и второе а какая транспортная доступность этих объектов что такое библиотека человек должен добраться пешком в основном это допустим студенты или там еще кто-то ему надо полтора километра зайти отбежать сейчас для паркинга нет места автобусной остановки полтора километра вы говорили да это все очень непродуманно как будто бы у нас действительно соглашусь с вами какие-то капризы капризный ребенок мне хочется это построить я построю самое интересное там должен был быть музей частный инвестор кстати вот этот как раз вопрос инвестиций он готов он он не будет ссориться никогда с руководством но тогда вопрос такой если будут компенсировать затраты но я его понимаю и должно быть компенсировать а за чей счет за счет бюджета как минимум я думаю затратил уже не менее 100 миллионов 100 миллионов это хороший сын эта школа на 120 человек это где-то вот в сельской местности не будет построена школа благодаря этому решению насколько это необходимо я не увидел это потому что библиотеки ахмедзаки в леди можно как минимум ну ну скажем так 500 700 миллионов вложив сделать перейти на современные формата потому что там многие общественные пространства да да там многие пространства есть их надо переделать я согласен я там неоднократно был это действительно там давлеет дух 60-х 70-х годов но это не их вина это их беда потому что для того чтобы переформатировать нужны деньги а деньги мы не уделяем спасибо ростом за интересную беседу получилось она достаточно грустный надеюсь представители власти послушают это интервью возможно какие-то выводы сделать потому что это не первый раз мы об этом говорим да не первый раз мы об этом кричим но к сожалению конечно ситуация пока не меняется но мы живем надеждами когда-нибудь все изменится дорогие зрители ставьте лайки подписывайтесь на наш канал пруфы мы ждем от вас комментариев мы ждет ждем от вас донатов спасибо поддержите нас